11.05 в Кирове, программа «Дневный разворот» в эфире, в студии Дарьи, это Возле Ивановна. Ох, почему-то, Дарьё, плохо слышно, что-то с микрофоном. Приём, приём. Приём, да, всё хорошо. В первом часе мы говорим о теме очень важной. В опорном вузе Кировской области, в нашем Вятском государственном университете, появилась возможность, создан, ну, не знаю, там, специальный центр или какая-то структура, которая будет помогать жителям нашего региона в продвижении социально-экономических проектов, социально значимых проектов, и представляем наших гостей. Это Светлана Занько. Сегодня Светлану мы представляем иначе, чем вчера. Руководителем Центра развития местных сообществ городской и региональной среды Вятского госуниверситета. Светлана, добрый день. Добрый день, коллеги. Да, и Константин Бажин, проректор по стратегическому развитию и проектной деятельности Вятского государственного университета. Константин Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Я не соврала, я не ошиблась. Это действительно отдельная какая-то структура, созданная в Вятском университете, которая будет помогать. Ну, я бы не о структуре, наверное, всё-таки поговорила сейчас. То, как эта структура выглядит, это уже внутренняя кухня Вятского государственного университета и агентства стратегических инициатив. Это совместный проект. Да, безусловно. Для граждан нашего региона и не только нашего региона, мы об этом тоже сегодня поговорим, имеет смысл совершенно другое. Открывается ещё один канал, где можно представить свои проекты, которые вы придумали, которые вы актуализировали, которые вы поняли, что этот проект может принести пользу не только вам лично, а может принести пользу этот проект большому количеству людей и действительно повлиять на социальную, экономическую обстановку регионы или других регионов, если он тиражируемый. И с этим проектом прийти вот в этот офис, о котором мы сейчас будем рассказывать, и о механизмах его работы, и о том, какую поддержку этот офис может оказать этим проектам. И получить оценку экспертного сообщества, которым тоже нужно сегодня сказать, кто же эти самые эксперты, да? Получить эту оценку, она может быть разной. Может быть, вам скажут, что, вы знаете, ваш проект, пожалуй, надо доработать, а может быть, эта идея выстрелит прямо сейчас, и она может уйти, эта идея, на разные уровни. Может уйти сразу в руки, например, какой-нибудь бизнес-ангелу, может уйти, например, в правительство и в центре поддержки инициатив бизнесовых, может уйти в поддержку, которую оказывает НКО, а может уйти на уровень уже осей, который тоже будет помогать уже на федеральном уровне продвигать эти проекты. Это вот образно, это такая воронка, в которую тоже можно попасть и получить какой-то выход, поддержку, менторство. Ну, это больше выступает в роли некого акселератора, да, то есть для тех, кто хочет реализовать бизнес. Не употребляйте страшные слова, пожалуйста. Это больше про бизнес или больше про социальную инициативу? Вот, сейчас Константин Сергеевич, пожалуйста. Это больше про всё, наверное, потому что здесь мы сознательно не стали сводить только к социальным инициативам, мы говорим о различных вариантах. Если у коллег, если у неравнодушных граждан есть бизнес-идея и не хотят её поднять, продвинуть средствами агентства стратегических инициатив, то это тоже сюда. И вот Светлана совершенно верно сказала, как быть с проектом поддержки местных инициатив, как быть с инициативным бюджетированием. Вот это вместо или как? Мы говорим, что это рядом. Потому что сегодня, если анализировать федеральный опыт, то большинство проектов агентств стратегических инициатив, они преимущественно заявлялись из Москвы. Вот когда мы были с коллегами неделю назад на семинаре, они честно признали, что заявок много, заявки все интересные. Но практически 70% заявки – это город Москва, и, как они сказали, 30% – это регионы. Ну, мы же любопытные, мы стали спрашивать, 30% регионы – это кто? На втором месте Санкт-Петербург. Так, а на первом? А на первом? Ну, первое – Москва, дальше регионы – Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород. Регионы. Ну да. Мы уже столицы, я помню, как мне сказали в Петербурге. Совершенно верно. Страна немножко больше, чем эти четыре города, и мы понимаем, что вот те ресурсы IC, которые есть, они преимущественно жители четырех регионов, четырех городов. Вот сейчас заход и открытие таких офисов в регионах на базе вузов, которых пока вот 17, это возможность людям инициативным заявить о себе вот в своем регионе, в Вятке, в Тамбове, в Севастополе, в других городах. Вот прежде всего это для этого. И даже если мы посмотрим вот город Киров, мы можем действительно гордиться, что у нас, пожалуй, самое лучшее по ПМИ по России. У нас великолепный инициативный бюджетир. Но, коллеги, если мы проанализируем вами структуру заявок, мы то же самое увидим, что это город Киров плюс 50 километров вокруг него. Но у нас есть еще Богородск, у нас есть Уни, у нас есть Сверхошижи, Мефанасьева, Уузы, которые тоже нуждаются вот в подобного рода поддержке. Это один из инструментариев. Потом насчет ПМИ, наверное, немножечко все-таки по-другому надо сказать. То есть есть, это не обязательно такое расстояние от Кирова. Есть активные районы и есть районы области, которые вот традиционно не очень активны. А вот почему они традиционно? Это вопрос информирования. Вот сейчас, коллеги, я могу тут тоже поддержать всех вас, потому что я имела опыт этим летом сотрудничества с Альянсом экспертов по инициативному бюджетированию и была в южных районах нашей области. И когда с коллегами разговаривала и сама участвовала в собраниях населения, это действительно так, что шанс дается каждому, и условия для всех одинаковые. И очень важно, кто стоит во главе этого поселения, кто стоит во главе этого района, и меняется очень сильная ситуация от года даже к году. Действительно, это так. Но тут, наверное, и Константин Сергеевич прав. Конечно, то, что ближе к нашей агломерации, точно так же, как вот сейчас по Москве мы видим, да, с инициативами войск. Я понимаю, это выглядит примерно как карта полетов над Европой, над Москвой, да, и где-нибудь, где-нибудь далеко. Тут сконцентрировано, безусловно. Возле центров сюда. Да, конечно. И вот здесь очень важно подчеркнуть, действительно, вот ППМИ, прекрасное НКО, замечательно у нас развивается. Мне тоже кажется, что мы тут впереди многих очень регионов. ТОСы, благодаря Наталье Катаеве, в том числе, ее команде развивается очень круто. Это не значит, что вот они там и остаются. Вот наш проект, проект Офиса АСИ по поддержке лидерских проектов в ВИАДГУ, он для всех, и для тех, кто участвует во всех этих проектах тоже. Это еще один канал, повторяю, который может усилить, усилить совершенно, может, неожиданным даже образом за счет экспертов, которые там собираются, усилить ваш проект, придать ему новое направление и свежее дыхание, увеличить объем граждан, простите, граждан, эффект этот усилить от вашего проекта. Мне кажется, вот сейчас имеет смысл как раз об этих самых экспертах поговорить. Давайте мы сейчас еще скажем про цели. Если искать метафору, я бы сказал, что это проект про веру в собственные силы. Вот почему АСИ сейчас уходят в регионы с такими проектными офисами? Потому что многие на местах объективно оценивают свои возможности и понимают, что с этой инициативой на федеральном уровне пробиться и получить поддержку тяжело, потому что действительно воронка побеждают крупные проекты, масштабируемый эффект, которых интересен для большего количества регионов страны. А есть масса идей, которые актуальны, которые интересны, но не имеют исключительно региональную окраску. И в сегодняшней схеме, вот до тех пор, пока мы вчера не объявились, возможность получить поддержку АСИ они не имели по определению. Ну что, ну не масштабируемо. Не пробиться было бы. Да. И сейчас, когда мы говорим о проектном офисе АСИ и сборах заявок на территорию региона, мы говорим о том, что возможности АСИ, всегда же важно, кто стоит за плечами, кто у тебя стоит за спиной, за твоей идеей, они могут быть внедрены на территории конкретного региона, в частности у нас в Кировской области. И что еще важно в этом проекте, мы не выступаем в роли экспертов как оценщиков. Ваша идея хорошая, давайте ее сюда. Мы говорим о том, что если у вас есть отличная идея, но вы понимаете, что вам чего-то сегодня не хватает, вы как лидер проекта не совсем еще компетентны, у вас команда вот только-только стала складываться, а вы не знаете, как сделать так, чтобы она не разбежалась через месяц, столкнувшись с первыми трудностями, это тоже про нас. Мы готовы взять проект при наличии классной идеи и в рамках сопровождения докрутить еще и команду до того момента, когда они непосредственно выйдут и начнут что-то руками делать. Давайте о том, как непосредственно это будет происходить после небольшой паузы. Программа «Дневной разворот» продолжается. В нашей студии Светлана Занько и Константин Бажин. Это представители Вятского государственного университета, в Вятском госуниверситете сейчас есть центр, который будет аккумулировать, такая воронка, которая будет аккумулировать в себя все значимые, продвигаемые, интересные проекты и помогать им развиваться. Да, еще раз давайте, коллеги, повторим, что Вятский государственный университет это один из вузов, партнеров агентства стратегических инициатив, ОСИ, у всех уже это на слуху, и в совместных вот такая получается коллаборация, да, вот эта коллаборация обеспечивает усиленный эффект для продвижения, там, принятия, продвижения менторства над проектами. Это проектный офис? Практически, да. И вот сейчас, мне кажется, имеет смысл, чтобы четко было понятно, потому что сроки первого, принятия первых проектов, они достаточно сжатые. До конца декабря мы должны уже и проекты отобрать, и защититься. Имеет смысл пройтись по этапам этого проекта. И еще, наверное, я уже как, сейчас вот вернусь в роль Светланы Занько, ведущего эфира, там, 211-101 номер телефона прямого эфира, если кто-то сейчас хочет задать вопрос, 211-101, то можно будет задать в прямом эфире, и мы постараемся на него ответить. По этапам. Пройдемся. Это у нас позавчера. Мы объявили и разместили информацию на сайте вуза ВИАДГУ о том, какие этапы и как нужно подать заявку. Наши СМИ-партнеры разместили. Я надеюсь, что Общественная палата Кировской области сегодня тоже разместит эту информацию. На сайте эхокирова, эхокирова.ру, есть в разделе, да, новости партнеров. В разделе новости партнеров, а пока еще на главной странице. И на главной странице можно зайти, кликнуть, и там подробное описание. Мы сейчас пройдемся по этому описанию. Ну, действительно. Первое, наверное, самое важное, когда? Вот прием заявок у нас заканчивается 9 декабря. Что нужно для того, чтобы подать заявку? Необходимо зайти на сайт университета по баннеру. Мы только что сказали, что они сегодня есть практически везде. Скачивается вордовская форма заявки, заполняется. Ну, по моим ощущениям, если у человека есть идея, у команды проекта есть идея, то заполнить ее можно за час-полтора, ответив содержательно на все вопросы. Это важно. То есть это неформальное должно быть заполнение заявок? Нет, я сейчас даже примеры приведу. Но очень простая, на самом деле, анкета, заявка. Тип проекта, его название, количество участников, на данный момент количество участников, регион текущей реализации, срок реализации, конкурентные преимущества. Очень типовая заявка такая. И мало того, мы даже... Санна, давай еще сделаем уточнение. Мы не говорим, что проект должен быть реализован 2019 годом, нет. Мы говорим о том, что работа над ним начинается в 2019 году, поэтому не стоит пугаться, можно вполне смело планировать весь 2020 год для реализации этого проекта. То есть если у человека сейчас фактически все еще в стадии идеи, и может быть еще только собрана команда, и есть понимание, как дальше работать, он уже может приходить. Но я так понимаю, что как... Простите, опять использую это слово. Не приходить, а подавать заявку. Да, но это не имею в виду, да. Как в случае с любым акселератором, тут нужно понимать, что... Опять ругается Дарья. Ладно. Акселерация развития. Усиление, усиленное развитие. То есть тут нужно понимать, что есть как минимум этого проекта люди, и вы на завтра не разбежитесь все. Ну, то есть должны быть какие-то гарантии. Правильно, абсолютно. Дарья мыслит. Дальше. Продолжаем, да. Итак, скачиваем заявку, смотрим формы, достаточно простые, всего лишь одна форма, которую надо заполнить, и до 9 декабря посылаем ее на адрес электронной почты, он точно так же здесь указан. Затем эксперты предварительно оценивают, если по формальным признакам там все хорошо и есть смысл, и он чувствуется из самого текста заявки, то мы всех авторов пригласим уже на очную встречу, которая состоится 13 декабря в Точке пения. Вот там будет возможность всем рассказать, пояснить, задать вопросы, услышать ответы, запросить консультацию. То есть вот там 13 декабря вот такой рассказ всем про свой проект, он состоится. То есть это презентация уже такая очная получается? Да, презентация идеи. Что мы хотим делать, ради чего мы хотим это делать, какие цели, результаты мы желаем получить. И вот уже после этой публичной защиты, а может быть кому-то и этой защиты уже будет достаточно того, чтобы понять. Я понял, что нужно делать, я понимаю, что мне для этого надо время, я приду к вам через какое-то время. А кто-то наоборот услышит от экспертов мнение и придет к выводу, что он пока еще не готов или условно время не наступило. Это тоже результат, на который мы рассчитываем. А вот те, которые пройдут уже сито отборы, мы почувствуем, что команды готовы, их надо немного докрутить, но они готовы это делать. Вот об этом мы уже 20 декабря, надеюсь, с участием представителей Центрального офиса Агентства стратегических инициатив, здесь, в Кирове, объявим и возьмем эти проекты на сопровождение. Сколько проектов вы возьмете? Ну, есть, вообще есть сейчас понимание? У нас нет нормативы, какого-то минимального количества, которые мы обязаны взять. Но и мы, и коллеги из ОСИ говорят, что мы не гонимся за количеством. Не-не-не, я про другое спросила как раз. Я спросила про то, что обычно бывает ограничение, мы берем только три проекта и только с ними работаем, и все остальные говорят, ой, ну у меня тогда точно не получится, наверное. А вот здесь верхней планки нет. И почему ее нет? Потому что, что значит проект на сопровождение? Это означает, что мы должны найти наставника, трекера, как они их называют, ну, по большому счету, наставника, который будет консультантом вот этот проект со стороны университета и агент стратегических инициатив помогать, продвигать. И вот сейчас, не зная того, какого рода проекты, мы не можем даже сказать, а мы найдем под эту тему наставник, кто-то из экспертов скажет, хорошая тема, я верю в этих людей, я готов им помогать, давайте я буду их вот наставником, ангелом, тренером, трекером, как угодно. Вот мне кажется, еще такой важный момент, как понять, это твой проект подходит под это или нет? Вот, возможно, какие-то примеры, не знаю, в Москве реализованы. Да, мы как раз, хотя бы понимать, о чем это. Мы к примерам как раз с вами перейдем, об этом мы уже, ну, второй закот у нас такой получается, а на самом деле разделены темы проектов на четыре понятных блока, социальные, городские, технологические, образователи. Чем социальные от городских отличаются? Вот, хороший же вопрос. А городские от технологических? Хороший же вопрос, это все может быть взаимосвязано, то есть поэтому мы не говорим, там, укажите конкретно, пожалуйста, пишите, что у вас подходят проекты под социальный, под городской имеют эффекты, технологический имеют эффекты, нет требования, которые в жесткие рамки вставляют эту историю. Это должен быть просто классный проект, который направлен на развитие, на позитивные изменения и на какой-то хороший эффект в любой отрасли. Еще раз, это могут быть и проекты, которые в Кирове задумываются, и проекты, которые задумываются в районах области, даже в самых отдаленных. Вот Константин Сергеевич-то вообще как раз делает акцент на том, что хорошо бы, чтобы самые отдаленные районы и те, кто вот, да, в Кирове люди имеют много возможностей. Все центры здесь, центры инноваций, поддержки предпринимательств, много чего. Возможности найти поддержку и помощь есть в Кирове, да. Тогда я повторю еще раз свой вопрос об информировании, потому что все те источники, которые мы перечислили, они, опять же, в основном используются жителями Кирова, до районов. Как мы будем доводить эту информацию о том, что у нас открылся вот такой прекрасный офис, и через него можно реализовать... Интернет. Ань, ну что интернет? По-хорошему, коллеги, вы правильный вопрос задаете. Мы об этом, конечно, тоже подумали. Вот сейчас, позавчера, да, пошла первая информация по ВУЗу СМИ-партнерам. Общественная палата Кировской области сегодня, я надеюсь, так и будет, потому что мы не можем навязывать эту историю, если они выступают партнерами, значит, они выложат эту информацию на сайте Общественной палаты Кировской области. Дальше, конечно, мы связываемся с правительством, а надо сказать, что этот проект, на самом деле, он требует участия правительства абсолютно непосредственно, как и любой проект в этой жизни нашей. То есть, по сути, здесь, безусловно, поддержка правительства Кировской области, которая направлена на то же, на что и этот проект, на развитие региона, на то, чтобы социальные группы различные жили лучше, экономика развилась и так далее. Я надеюсь, что правительство Кировской области, Министерство внутренней политики сегодня же разошлет эту информацию по муниципалитетам. Муниципалитеты имеют свои механизмы, чтобы доводить эту информацию до поселков, поселений. Мне кажется, что каждый глава поселения, глава района, глава муниципалитета, какого-то всех своих активистов, вот в районах, если мы говорим, знает, наверное, наперечёт. Ну, как тебе сказать? Иногда и не знает, конечно. Надо сказать, что у них очень много забот, у глав поселений. У них не бывает. Каждый день. Вот я вам рассказывала же про Демьянова, где глава поселения, вместо того, чтобы даже вникнуть в новый глава документы, каждый день своими руками дырки в водопроводе затыкают. Разные бывают. Поселения-то, конечно. Конечно. Да, но вот каналы, они вот здесь такие определённые. Мы знаем, что есть места, где интернета-то нет, и, слава богу, сейчас вышки начинают устанавливать по тому же ППМИ, например. Понятно, что прямо в этот этап мы до всех не доберёмся. Но поймите, пожалуйста, что это не какая-то акция единовременная. Это не разовая история. Вот. И здесь очень важно как раз людям сказать, что те, кто, например, подаст заявку, но не пройдёт по формальным признакам или после экспертной оценки, или после защиты... Или уйдёт подумать, как говорит Константин Сергеевич, да? Или тот, кто ещё не услышал, или, например, услышал, не успел подать. Это не значит, что всё заканчивается каким-то нашим отчётом в 20-х числах декабря с прекрасным приездом России. И вообще история не про это. Так ведь, Константин Сергеевич? Совершенно верно. История в долгую. Мы рассчитываем, что у нас появятся эти инициаторы, и мы прежде всего поднимем их из тех районов, посёлков, сёл, которые по разным причинам сегодня ещё не охвачены. Вот это, пожалуй, для нас было бы интересно. И часто возникает вопрос, какой интерес университета здесь. Для ВУЗа... Почему мы готовы тратиться и вкладываться сюда? Для ВУЗа это вопрос как раз прямого контакта с теми, кто живёт у нас в других районах. Это вопрос, если хотите, там, профориентации. Это вопрос ответа на вопрос... Ответа, почему мы живём в Кировской области. Вот это для нас прежде всего. И здесь ещё надо понимать, что проектный офис ОСИ, вот этот отбор, это не мешок с деньгами. То есть вот здесь в качестве поддержки грантов, там, с какими-то рублями, тысячей рублей, их нет по определению. Их нет на федеральном уровне. ОСИ центральный офис их тоже не выдаёт. И мы их не выдаём. Мы говорим именно о нормативной, экспертной, консультационной поддержке. Поддержке письмами, в том числе и центрального офиса ОСИ, конкретным словом. Поддержке в упаковке их идеи, чтобы её можно было потом правильно подать и получить финансирование того же ПАПАМАИ, например, или инициативного бюджетирования. То есть деньги искать, помогать вы будете? Нет. Давайте вообще тогда просто, вот те, кто прошёл посев, какая помощь им будет оказываться? Вот наставничество, это мы уже поняли. То есть ещё какие-то... Снятие бюрократических барьеров – одна из самых главных задач. И вот здесь я не зря говорила о правительстве, и ОСИ это указывает, наши партнёры ОСИ указывают это в первых строчках этого проекта, потому что мы сами с вами знаем, и много раз об этом говорили, когда и о городских проектах рассказывали, что бюрократические барьеры – это бывает зачастую самая непреодолимая преграда. И этот проект, мне чем он нравится лично, как активисту, который прошёл через многие проекты, этот проект направлен на то, чтобы центральный офис ОСИ, федеральные власти, которые на это делают большой акцент, и власти вверху посмотрели на то, что происходит в регионе. Сейчас вот, кстати, была сессия, куда ездил Константин Сергеевич, они очень много удивительных вещей для себя открыли, эксперты ОСИ и федеральные эксперты, потому что в Москве немножко по-другому всё происходит. Немножко. Мы это видим, немножко совсем, да, это видно по Москве просто, как там всё происходит. И они думают, что так происходит во всех регионах, а это не так. И этот проект, что мне нравится, он направлен не только на глубинку на людей, или направлен на ВУЗ, который должен обратить внимание на людей и свои компетенции, а они очень высокие вверху компетенции, направить на помощь этим людям, а не только на студентов, преподавателей и партнёров, которые существуют сейчас. Но прежде всего этот проект направлен на чиновников власти и бизнес, чтобы изменить отношения. Конечно, которые должны объединиться, чтобы воспринимать эти проекты как нечто, что не должно проходить через все круги ада, и теряться где-то там в итоге, и только самые сильные дойдут до нужной точки. А как инструмент, который объединяет все наши усилия, даже самые маленькие инициативы, которые могут вырасти там. Все цветы должны расти, да, вот. Все цветы должны расти, и это должны все осознавать. И коллеги из ОСИ как раз будут осуществлять помощь вот в таких коммуникациях. У нас реклама, да? Да, реклама у нас. Возвращаемся в эфир. Светлана Занько и Константин Бажин в нашей студии. Мы говорим о проектном офисе Вятского госуниверситета и агентства стратегических инициатив. Это совместный офис, который будет помогать кировчанам, и не только кировчанам, продвигать социально значимые, социально-экономические, городские проекты. Закончили мы ролью органов власти в реализации этого проекта. И здесь никуда, понимаете, бьют со всех сторон, что называется, пробивают эту историю. Потому что мы с вами очень много делали эфиров и совместно с ВУЗами, и с городскими сообществами, и с бизнесом, которые говорили о том, что только в объединении, да, только в объединении есть рост. А главная задача властей, это вообще-то и есть снятие бюрократических барьеров. Потому что есть органы, которые... Сейчас-то многие удивились, между прочим. Это их такая... Есть люди, которые четко знают эту задачу. Некоторые все еще удивляются. Но, как вы видите, все пути ведут только в одно место. По-другому не получится. Но и очень хотелось бы, чтобы... Вот тут очень важный момент, кстати говоря, надо его все-таки еще чуть-чуть разобрать. По поводу денег. Потому что очень многие... Да, это важно. Я видела, да, как изменилось лицо Светланы в тот момент, когда я сказала, что вы будете помогать искать денег. Очень многие скажут, что, ой, там нет денег, ну и чего туда идти? Очень хорошо, ребята. Так и есть, правда. Есть, нет. Если у вас настолько классно отточенный проект, который сейчас требует только денег для того, чтобы запуститься, цвести и расти, у вас все хорошо. Вы сами найдете инвестиции, будет ли это банковский кредит, бизнес-ангел, твой друг, который вложится. Потому что если у вас такой проект, вам уже никто не нужен. Если он только крутой, его стоит только показать, распространить, и все тут же найдутся. Прекрасно. Но, вот мы еще к экспертам-то так не вернемся. Вот в экспертном совете, в экспертной группе этого проекта в Кирове есть разные люди. Там есть люди, которые являются сейчас владельцами крупнейшего бизнеса в регионе. И они могут вдруг увидеть какой-то стартап, который их заинтересует. И деньги-то могут и найти. Именно. Они могут взять. Там есть люди, которые обладают связями и пониманием, как получить гранты, как получить аккумулированными знаниями, куда направиться, в какой офис, чтобы получить, если мы говорим о деньгах, денежную поддержку. И они, увидев эти проекты, которые подходят под эти критерии, могут сразу сказать, иди сюда, твой проект такой-то. Вот смотри, тебе туда, туда, туда. Делай раз, два, три. А дальше, как Константин Сергеевич сказал, мы и наши эксперты из разных отраслей оказывают методологическую поддержку. Вот это для тех людей, которые пока не знают, куда со своим проектом и со своим идеей идти. Это коворонка, о которой я говорила. Слушайте, а можно я задам вопрос, который сейчас, наверное, будет как раз в тему. Мы говорили о том, что два этапа, получается, отбора, да. То есть первый этап формальным признаком, второй этап очный. Это будет 13 декабря в точке кипения ВИАТГУ. О, давайте прямо скажем, что такое точки кипения ВИАТГУ. Инженериум. Это инженериум на Преображенской 41, где сейчас на втором этаже, а по факту вообще всё здание, это точка кипения, где происходят различные события, я бы так сказала, не мероприятия, а события, которые тоже на то же самое направлены, на трансформацию образовательного, экономического пространства, социального пространства, прежде всего нашего региона. Точка кипения на Преображенской 41, вот там 13 числа, на втором этаже, и произойдут встречи. Я бы не сказала, что это... Очные встречи участников, авторов тех проектов, которые... И экспертов. ...пройдут отбор на первом этапе. По формальным признакам. Вот здесь у меня вопрос. А туда могут прийти люди, которые ещё не оформили свой проект и не заявили его? Нет. То есть это только уже для готовых? Конечно. Это только для готовых проектов, которые прошли отбор, и там будут встречаться конкретные эксперты, наши эксперты, и те лидеры, как они называются, неважно, люди, которые создали этот проект, и это не защита проектов, а его представление. Правильно? То есть не надо думать, что ты там должен дрожа защищать. Смотрите, вопрос же был очень хороший. Могут ли другие интересующиеся зайти и посмотреть? Вот действительно 13 декабря-то пока дискуссия. Стоит ли делать... Пускать посторонних. Пускать интересующих, неравнодушных. Нет, неравнодушных, да. А вот 20 декабря, когда мы будем говорить о сопровождении проектов, о старте сопровождения, вот там, наверное, могут быть люди и условно со стороны, для того, чтобы и из них, может быть, получить вот эти команды поддержки для конкретных проектов. Тут, может быть, возможно, у кого-то еще нет проекта, но человек заинтересован, и просто чтобы у него было хотя бы понимание, то есть с чем люди выходят, да, то есть как вообще все это происходит, чтобы, возможно, со своим проектом... В следующем году, и это будет не на год проект, он будет длиться, и будет несколько этапов, заходов. Вот по такой же схеме объявляется сбор заявок, отбор, просмотр экспертами, представление проекта, выбор проектов и тьютерство там, да, сопровождение. И вот смотрите, если уже сейчас кого-то заинтересовал, но он понимает, что в ближайшие две недели не могу, то можно сориентироваться, зайти на сайт агентств стратегических инициатив, у них есть график целевых отборов, когда они делают отборы под конкретные темы, там, инклюзии, предпринимательство, и социальные вещи, и урбанистика, и наш график отборов, он будет в целом совпадать с этим, в общем, федеральным. Поэтому уже сейчас можно, если есть интерес условно в теме предпринимательства, зайти, посмотреть и сориентироваться, когда это может быть. И к этому времени формировать проект. Кроме того, вот вы говорили, примеры проектов, там тоже на сайте ОСИ есть примеры проектов, у меня сейчас в руках есть методичка, да, тоже с примерами проектов, а Константин Сергеевич сам лично слышал эти примеры, когда там был в Москве. Это разные совершенно проекты, вы уже сейчас тоже из перечисления слышали, да, что это могут быть и урбанистические какие-то проекты, и социальные проекты. Вот, например, есть проект «Живая лаборатория Томска», это городской проект, направлен на преобразование трёх улиц Томска, Усуа, Вершинина и Лыткина. Там, кстати, в Томске сейчас люди объединяются в такие городские сообщества, которые, как мне кажется, в Кирове уже давно есть, но у них вот сейчас это с объединением ещё стремительнее это всё происходит. Мы-то тихонечко тормозить начали, а они, если уж начали, они не остановятся. Да, в части создания комфортных общественных пространств для студентов, соседних университетов и жителей города. Вот мне эта инициатива крайне нравится. То есть это прямо между университетами? Надо понимать, потому что Томск – это университетский город, конечно. У нас тоже университетский город, и мы должны сделать так, чтобы появились вот такие тоже общественные пространства для студентов и жителей города, чтобы все почувствовали, что город у нас вообще-то тоже университетский. Это хорошая идея, если, кстати, появятся такие… Эти, кстати, проекты могут и внутри УЗа тоже у каких-то активных компаний возникнуть. Мне этот проект крайне нравится. И вот ещё одна есть история, кейс создания… Это совершенно другое. Создание инновационной колёсной пары. Технологический проект. Да ладно. Опять же, Томск. Это что-то для этого. Ну, кстати, интересно, он тоже связан, кстати говоря, он связан с проектом «Живая лаборатория». То есть они сразу несколько туда запихнули проектов. Это тоже связано с преобразованием этих улиц. Очень подробно не расписано, но с вовлечением и пользованием заинтересованных сторон в процессе дизайна, местных сообществ, производителей. То есть они как раз пытаются объединить соседей, производителей и так далее для преобразования трёх улиц Томска. Инженерная школа. Сейчас секундочку. Пять оттуда. Инженерная школа. Есть такой проект подготовки детей к профессиональному развитию в инженерной среде. Ну, то есть вот разные. Это образовательный уже проект получается. Вот если говорить о наставниках, которые будут сопровождать проекты, они будут выбираться, исходя из темы проекта? И это будут только кировские наставники? А если это, например, будет проект… Вот ключевое, они не будут выбираться, они будут соявляться. А, то есть вы наставников будете искать? Нет. Нет? Ну, на старте мы рассчитываем, что те, кто сегодня заявил в состав экспертов, они увидят себя в этих проектах. Ага. Дальше мы понимаем, что если есть идея хорошая, но мы сегодня, вот у нас нет в Кирове таких людей, эти проекты, они не замыкаются Кировской области, мы их можем передать в центральный офис ССИ, и вопрос наставников может быть решён оттуда. И вот, пожалуй, что ещё мы не сказали, наверное, кто не может подавать заявки. Поэтому если ты не нашёл себя вот в этом списке, значит, точно для нас. Не можем подавать мы со Светланой как сотрудники проектного офиса, не могут подавать там члены правительства Кировской области как сотрудники правительства, не могут подавать заявку сотрудники центрального офиса агент стратегических инициатив. Если вы не относитесь к ни одной из перечисленных трех категорий, то это всё для нас. Так, подождите. То есть чиновники городской администрации, например, если у кого-то из них родилась идея во внерабочее время что-то ещё хорошее сделать, они могут? Нет такого ограничения? А чиновники правительства нет. А чиновники правительства области нет. Да. Поэтому муниципалитеты вперёд. Да. Очень хорошо. Ну, вот смотрите, тут же недавно была информация, что чиновники мэрии чаще чиновников правительства ездили по различным командировкам. Заграничные? Нет. Мэрия за границу не ездила. Но по количеству командировок правительство обогнала. Может быть, они там подчеркнули каких-нибудь блестящих идей? Ну, вот я, кстати говоря, и наши знаю мэрию, и особенно мэрию там Слободского и Чебецкого. Там такие идеи шикарные рождаются. Кстати, кстати говоря, мы сейчас будем завершать. Просто нужно напомнить, что вся информация об этом проекте есть на сайте эхакирова.ру на главной странице, на сайте ВятГУ на главной странице. Там висит такой баннер. Сложно пройти мимо него. Да, и совсем описанием. Очень простая история. Заходите, читаете. Если на баннере есть три буквы АСИ. Агент стратегических инициатив подать заявку на отбор проектов. Значит, просто читаете, заполняете вордовскую форму анкеты, отправляете до 9 декабря. Все, дальше действуем по инструкции. Так, если до 9 декабря вы еще не созрели со своей анкетой и своим проектом, ждите 20 декабря. Ждите 20, когда будет завершающее мероприятие этого отбора, этого этапа. И там можно и познакомиться, и пообщаться, и посмотреть, что там отобрали, и кто там эти эксперты и прочее. Мы сейчас список экспертов заявлять не будем. Но это все люди, известные во всех отраслях, из разных абсолютно отраслей. Есть контактный какой-то телефон, колл-центр, куда можно либо позвонить, либо написать с вопросом. Там же на сайте, в этой новости, есть адрес почты, куда можно написать. Все есть в интернете. Я бы хотела в завершении поздравить... Что, мы не можем завершить? Я надо сказать, что выпускник ВИАДГУ выиграл конкурс архитектора России. Помните, 100 архитекторов России и 434 заявок. Молодец. Он победил наш выпускник. Ура. Благодарим Светлану Занько, руководителя Центра развития местных сообществ городской и региональной среды ВИАДГУ. И Константина Бажина, проректора по стратегическому развитию и проектной деятельности ВИАДГУ. Вернемся через 20 минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова